Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в сегодняшнем видео мы с вами обсудим ПТшки, чем они отличаются, ну и как выбрать себе первые ветки для прокачки. Это будет видео в первую очередь для новичков. Ну а те, которые уже более бывалые, пишите свои комментарии, согласны вы со мной, не согласны. Ну и высказывайте свое собственное мнение на данную тему, потому что ребятам-новичкам оно тоже будет интересно. Итак, ребят, давайте начнем с того, что мой канал посвящен танкам, обзорам, фану, удовольствию от игры и я не учу никого играть. Ребят, я просто делюсь собственным опытом, поэтому на моем канале вы никогда не встретите видео, в которых я буду рассказывать по поводу того, что вы не должны быть раками, что вы должны следить за своей статистикой, как вам куда ехать, как вам воевать и на каких машинах. Ребят, просто играйте, получайте удовольствие и этого уже больше, чем достаточно. Поэтому мои видео не обучающие, они больше фановые, ну и слегка познавательные. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, я очень буду благодарен вам за поддержку моего канала и благодарю вас обязательно все новыми и новыми видосами. Ну а теперь давайте по теме. Первое, что необходимо понимать по поводу ПТ и как выбрать себе первую ветку для прокачки. ПТшки бывают нескольких видов. Первое, по тому, поворачивающаяся есть ли рубка и насколько поворачивающаяся. Есть танки, которые, точнее ПТшки, простите, без рубки абсолютно, то есть движется только ствол вправо-влево-вверх-вниз. Есть такие, у которых есть рубка и эта рубка поворачивается на все 360 градусов, то есть в принципе как у обычных танков. И есть ПТшки, у которых рубка поворачивается частично, то есть отчасти вправо-влево, но есть ограничения по определенному углу. Вот так вот можно разграничить их по типам использования орудия в бою. То есть вам надо будет работать исключительно вашим корпусом вашей машины, соответственно, доворачивать, если вдруг угла вот этого вот не хватает. Но либо же пользоваться вашей рубкой, которая частично, либо полностью поворачивается. Чем еще отличаются ПТшки? Есть ПТшки, которые хорошо бронированные, да, то есть есть нормально брони, нормально насыпано, все хорошо, очень тяжело пробить. Есть машинки слабо бронированные, то есть те машины, у которых есть плюс-минус броня, да, там, то есть, ну, может не самый яркий представитель, но все же. Здесь побольше все-таки серых зон будет. И, допустим, тот же самый Фердинанд, да, в зависимости от того, куда на него смотреть. Но и, соответственно, есть машины, которые не бронированы абсолютно, как, допустим, та же самая СУ-130ПМ. То же самое, ребят, и в ветках исследования. Машины делятся по тем же самым типам. Теперь давайте разберемся, почему я буду рекомендовать определенные ветки новичкам и на чем я основываю свое субъективное мнение. Первое. Это все сводится к тому, насколько игрок готов или не готов заезжать в бой на том или ином уровне, привычно или непривычно ему будет играть с тем или иным орудием. Но, допустим, я в жизни не посоветую, как одной из первых веток для прокачки, ветку объекта 263-го. Сейчас объясню, почему. Потому что если здесь в начале вроде бы все типично, и в любом случае, если вы пойдете по советам, то здесь придется пройти первые вот эти вот три ПТшечки до шестого уровня включительно. То дальше две ПТшки, которые очень-очень неприятные в отыгрывании из-за углов склонения орудия. Минус 4. Это, если говорить про СУ-100М1 и уж тем более СУ-101, которая просто адская. Минус 2 вниз и минус 4 на топовом орудии. И, честно говоря, больше чем уверен, что данное орудие будет крайне неприятно для новичка. Да, после него идет обалденная СУ-122-54, которая считается в игре и является ею самой ДПМной машиной на всех уровнях. 4 220 единиц ДПМа заявленного, которые действительно можно реализовать. И объект 263. Тоже, ребят, машинка очень неплохая. Но все же мы с вами говорим о том, какую ветку качать первой, а не какую десятку себе хотеть. Поэтому заценивать будем не по качеству десяток, а именно по легкости и комфорту прохождения определенных веток. Итак, ребят, на каких ветках я остановил бы свой выбор и на третье место я бы одрузил одну из двух машин. Либо попробуйте прокачать себе WZ-113GFT. Машинка довольно интересная, прикольная. Да и ветка довольно неплохая, которая к ней ведет. На данных машинах, в принципе, играть будет плюс-минус комфортно. Они чем-то похожи на советов, но все же немножечко похуже, чем советские танки. Если данная ветка вас интересует мало, то обратите внимание на товарища Хори, которому ведет тоже довольно неплохая веточка с плюс-минус бронированными машинами. Почему плюс-минус? Потому что всегда можно найти подход. Но если сравнивать, допустим, с теми же самыми танками из ветки WZ-113GFT, то здесь, безусловно, более бронированные машины. Никто с этим не спорит. Углы склонения здесь у орудий вполне себе даже нормальные. Нормальный урон, но все же не настолько весело и интересно, как может показаться. Да и плюс к тому. В любом случае, стартовать вы будете сразу с седьмого левела по ПТ-шке. А это не очень приятно. Лучше все же начинать левелом и пониже, для того, чтобы научиться играть на самой ПТ и применять ее правильно. Поэтому ветку Хори я и водрузил на третье место вместе с веточкой WZ-шки. Хотя здесь вы стартуете с шестого уровня. На второе место однозначно водружается у нас Объект 268. По одной простой причине. Потому что, во-первых, идя по этим машинам, вы стартуете с четвертого уровня. Вы учитесь играть на ПТ-шках, начиная с песка. И дальше развиваете свой скилл в отношении использования ПТ-шки в боях. И здесь очень приятные машины по разовому урону. И для новичка это действительно очень приятно, когда ты забрасываешь, допустим, на топовом орудии, играя на седьмом уровне, 400 единиц урона. Это действительно приятно. Ну и плюс время перезарядки М7-25 тоже вас порадует. Ну, допустим, на том же седьмом левеле. Поэтому однозначно на втором месте у нас Объект 268. Кто-то спросит, почему не Объект 263. Уже объяснял. Потому что здесь встречаются две вот этих ПТ, которые набьют такую оскому, что играть, ну, прям совсем не захочется. Ну и на первое место я, ребят, закинул немецкие ПТ-шки. И здесь выбор уже будет исключительно за вами. Либо Гриля, либо Ягу Е100. Здесь на любителя. Если вы хотите выкачивать себе одновременно несколько веток, и в частности вас интересует либо Маус, либо ВК-7201К, то, соответственно, посмотрите видео мое. Ссылочка вот она наверху. По поводу того, как вот эти три ветки выкачивать одновременно, меняя орудия, меняя танки, поскольку они очень сильно взаимосвязаны. И эти три ветки вы можете реально выкачать одним махом. И в мое видео, уверен, вам поможет. Что касается самой Яги, Яга машина классная, и Ягдтигр приятная машинка, как ПТ-шка. Фердинанд тот же самый. Вот этих двух товарищей я пропустил, потому что мне они по геймплею очень сильно не понравились на другом моем аккаунте. Минус 6 отыгрывается, допустим, на вот этом восьмом уровне крайне неприятном. Поэтому я решил миновать и все-таки выкачивать три ветки одновременно по той схеме, про которую я говорил. Но все же на первое место для новичка я бы поставил, как бы со мной кто не спорил, именно Гриля 15. И сейчас объясню почему. Во-первых, вы стартуете с четвертого левела, играете начиная с песка и дальше поднимаетесь все выше, выше и выше. Да, безусловно, ветка Гриля это просто сущий картон. Но у этого картона, во-первых, есть очень хорошая играбельность орудия. Точное орудие. Орудие с хорошим ДПМом и с очень хорошей разовой альфой. Плюс к тому, ребят, начиная с восьмого уровня, вы начинаете отыгрывать на машинах, у которых поворачивающиеся рубки, либо полностью поворачивающиеся по кругу, ну а сам Гриль частично поворачивающаяся рубка. И, ребят, отыгрывать новичкам все-таки на машинах с рубкой гораздо приятнее и гораздо интереснее. Потому что, когда ты играешь, допустим, на вот этой вот машинке, тебе необходимо доворачивать корпусом и новичку это не очень удобно и не очень приятно и знакомо в первую очередь. Ну а что касается рубки поворачивающейся, то здесь вы можете и увеличивать себе углы склонения орудия вниз, забрасывая на борт себе ваше орудие и плюс удобнее прицеливаться и контролить разные направления, стоя где-нибудь вдалеке от соперников. Как я уже сказал, да, я понимаю, что это картон и новичку типа будет сложно отыгрывать. Но машины позволяют довольно бодро передвигаться по карте, машины позволяют довольно некисло накидывать разовым уроном, простите, не то нажал, и машины реально позволяют вам делать хороший ДПМ в минуту, ну и, соответственно, довольно неплохие результаты получать по результатам боя. Именно поэтому на первое место Гриля я и поставил веточку. Если вы со мной не согласны, обязательно пишите об этом в комментариях. Если вам нравится мой контакт, обязательно, ребятушки мои золотые, подписывайтесь на канал, ставьте лайки данному видео, возвращайтесь на мой канал, я буду всегда вам рад. На данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего, мира вам, друзья, ну и обязательно спокойствия. Пока-пока.